дело в том что ученые доказали что процентов 90 времени человека в течение дня проводит на основе привычек то есть на привычках мы практически живем же эту жизнь на автопилоте поэтому очень важна осознанность понимать в единицу времени чем ты конкретно занимаешься так вот если представить что у вас 100 лет жизни до 90 лет жизни вы живете по привычке а ту жизнь когда вы проживаете по привычке на автопилоте вы ее не помните а то чего вы не помните того не было ваша личность и ваша жизнь есть не что иное как ваша память и сейчас забрать у вас память то вы превратитесь в растение вы потеряете свою личность не будете знать кто что вы где вы и так далее поэтому основа личность это память так вот когда вы перестаете жить по привычке тогда вы возвращаете по сути себе жизнь теперь мы определили что самое важное это привычки 90 процентов нашего времени как изменять привычки многие пытаются менять привычки и как правило самый простой путь люди начинают использовать для этого волю но эта воля краткосрочные инструменты на воли далеко не уедешь на самом деле нужно понимать откуда все происходит как вообще меняется жизнь человека смотрите как происходит в начале с рождения если брать вот вспомните наверно наверняка вы до четырех лет себя не помнили я себя помню где-то с пяти лет это тот период когда у человека начинает формироваться память и а память память начинает формироваться знаете это до этого как бы диск был не отформатированный диск памяти он есть но он не отформатированный к пяти годам он форматируется и первые биты которые туда закладываются это убеждение сначала у человека формируется убеждение потому что технология такая человек соприкасается с реальностью получает обратную связь от реальности и он начинает формировать убеждение чайник горячий чайник трогать нельзя он горячий первое убеждение дальше идет детский садик новый детский садик заходит там большой мальчик под вызывает его бьет отбирать конфет так он думает миром правит сила если мальчик сильнее меня то он отберет меня конфетку значит начинает делать выводы я должен конфеты прятать и таким образом у человека формируется убеждение вот например то что касательно бизнесменов скажу вы знаете почти 65 процентов согласно последние последним исследованиям 65 процентов людей первый опыт имели первый опыт с деньгами имели что такое что они воровали мелочь у родителей либо с карманов либо с вазы либо на столе лежит мелочь бесконтрольная и вот дети берут эту мелочь и это их первый опыт соприкосновения с деньгами из-за этого у них формируется опыт что деньги это чувство вины второе деньги это плохо и соответственно деньги это объект преступления и от них надо избавиться соответственно он идет и покупает конфеты леденцы и так далее так далее а потом когда во взрослой жизни он научился зарабатывать он не понимает почему у него деньги в руках не держится потому что на подсознательном уровне в прошивке у него написано что деньги это улика от них надо избавиться а и таким образом у человека с детства формируется убеждение на основе убеждений формируется картина мира картина мира это очень важная вещь это практически зеркало этого мира наше представление об этом мире потому что вы знаете на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя мы рисуем этот мир мы больше живем в тех представлениях об этом мире который мы себе представляем и сформируется картина мира на основе картины мира выстраивается система ценностей приоритетов и ценностей на основе ценностей формируются наши принципы на основе наших принципов а принципы это правило для общих ситуаций на основе принципов формируется правило правило это поведение в конкретной ситуации основе правил у нас формируется навык на основе навык У нас формируется характер и привычки. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Поэтому нужно чётко понять, понимать природу происхождения каждой привычки. Каждая привычка нам даётся не просто так. Она выполняет очень важную функцию. Она снимает огромную энергетическую нагрузку с нашего мозга. Потому что мозг — это суперэнергозатратный инструмент. Он потребляет до 80% энергии нашего тела. Но проблема в том, что он не работает целый день, поэтому 80% не потребляет. Но когда он работает, он потребляет огромное количество энергии. Поэтому мозг наш спрограммирован таким образом, чтобы его использовать как можно меньше. Только для решения новых задач. Повторяйте любое действие второй раз, уже 50% идёт на автоматизме. Самый умный, самый лучший и самый жестокий учитель — это жизнь. Потому что жизнь второй шанс не даёт. Она всегда жёстко спрашивает. Я это отношусь к тому, что я жил в глубинке. И, соответственно, мне приходилось много работать по дому. Мне приходилось много пасти скот. Мне приходилось очень много. Я ходил на охоту. И всё это я делал один. Соответственно, я научился у природы основам выживания, принятия решений, тому, чтобы не паниковать. И отсутствие жалости к себе абсолютной. Понимание, что если не я, то кто. Ну, какие-то такие базовые вещи, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это все те законы жизни, которые в социуме нивелируются. К сожалению, человеческое общество построено таким образом, что не то, что к сожалению, и неправильно будет сказано. Просто константирую факт, что человеческое общество в отличие от эволюции и законов природы, построено на том, что слабые имеют такой же шанс, что и сильные. В природе такого нет. В природе слабые отмирают. В природе, если ты слабый, ты отмираешь, у тебя нет шансов жить, у тебя нет шансов пробиться вперёд и продолжить потомство. Человеческое общество кардинально отличается от структуры или законов природы. И в результате мы опекаем, мы не даём людям ошибаться в обществе, мы детей опекаем, мы оберегаем их, не даём им самим обжигаться и, соответственно, накапливать опыт. Так как я жил в такой среде, где я был вплотную соприкосновение с природой, я очень много охотился, пешком ходил один, я пас баранов, занимался физическим трудом, но всё, что в ауле там есть, всё делал. Но плюс к тому, что я ещё рано охотился, то получается я очень много обжигался, получал уроки, делал выводы, видел, как это происходит в природе. И в этом плане я жил, можно сказать, даже где-то по законам природы. И я считаю, вот это дало основное понимание, вот эту базу понимания основ или законов жизни. Оттуда уже пошли выводы дальнейшие. Я понимал, если взять тот же случай со словарём, я понимал, во-первых, я ответил себе на вопрос, вот смотрите, в природе вы никогда не сделаете лишнего движения, вы не сожгёте ни одну лишнюю спичку, пока вы окончательно всё чётко не подготовите. Вы понимаете, что у вас есть один шанс. Был случай, когда я перед Новым годом прямо шёл вдоль реки, с полыни взлетело две утки. Прямо перед Новым годом, 31 декабря, я решил, блин, было бы хорошо, на столе у мамы утку, дикую утку. Получить. И я за ним пошёл, они взлетели на другую полыню. Я к ним подстраивался, они взлетели на другую полыню. И так до речки 15 километров. И вот я подстрелил одну утку, хотел достать, полз по льду, и тут провалился под лёд в зимней одежде. Я первое дело, это вот инстинкт такой, первым делом я ружьё на лёд, потому что это ценность. Ружьё на лёд, потом утку на лёд, потом, вот смотрите, опять-таки, хорошо помню этот момент, вместо того, чтобы барахтаться, плыть, пытаться всплыть и так далее, я захватил ртом воздух и пошёл на дно, раздеваясь. Потому что я помню, бесполезно барахтаться, бесполезно. Одежда слишком тяжёлая, надо снять одежду. Я снимал одежду и на лёд. Снимал одежду и на лёд. Вот так всплыву, воздуха возьму, опять тону, раздеваюсь, и пока до трусов не разделался. И вот, когда я родился до трусов, я выскочил, выбрался на лёд, потом попытался отжать одежду, не очень получилось, она уже начала замерзать. Я как вот джентльмены у дачи, вроде в цементе одежда засыхает. Я быстро побежал на берег, у меня спички всегда в целлофане отдельном, разжёг костёр и начал там сушиться. И вот это строгая последовательность. Что после чего? Я понимал, шанс только один. Каждое действие даёт только один шанс. И каждое действие, соответственно, нужно делать качественно, нужно делать до конца, нужно заниматься одним делом, в единицу времени. Не нужно переживать по поводу того, что находится вне зоны твоего контроля, но чётко выполнять то, что под твоим контролем. То есть это вот простой случай, который показывает, как если бы я неправильно действовал, на каждом этапе я мог утонуть, мог ещё что-то сделать. Это, наверное, в 14. Ну, смотрите, в 12 я начал охотиться. Мне отец уже доверял оружие. Дело в том, что 14 лет по тем временам это уже такой не пацан. Это по нынешним меркам до 17 лет пацан. А в ауле уже 12 лет ты полноценный мужик. Ты раньше замужев давали в 13 лет. В 12 лет уже ты ответственность несёшь. Там баранов пасёшь, там что-то делаешь. Я с 14 лет уже на ГАЗ-53 ездил вовсю, в город ездил моему брату в правах дырку. Вот тогда дырявили права сделал. Я по его правам ездил. Ну, то есть я чувствовал себя вполне таким состоявшимся мужчиной. И здесь вопрос не эмоций. Дело в том, что когда ты... Вот это, кстати, учит не переживать эмоции. То есть когда подлёд провалился, я понимал, что эмоции бесполезны. Эмоции бесполезны. Кричи, плачь. Тебя никто не слышит. Эмоции ещё очень часто выполняют, я бы так сказал, большинство своё выполняют сигнальную функцию. Мы ярче и больше эмоций испытываем, когда на нас смотрят. Таким образом мы хотим передать другим людям свои чувства. А когда ты один в степи, ну, какой смысл был? Эмоции — это дело такое, что если ты качнёшь их в одну сторону, потом всё равно будет откат в другую сторону. Даже если в другую сторону не будет, вот шкала эмоций, если взять, вот у тебя произошёл выброс дофамина, то потом, когда она резко начнёт снижаться, ты будешь чувствовать себя чуть-чуть несчастным. Поэтому лучше не раскачивать их сильно. Но опять-таки, если смотреть на это как на технику, в целом у меня подход к жизни такой, что я знаю и где-то даже страхуюсь. Там, где я всегда сильно радуюсь, я боюсь потерять это. Потому что это больше связано с религией. А в религии говорится, в исламе, например, что если между мной и моим рабом что-то встанет, то я это уберу. Всё время, когда я что-то сильно люблю, я боюсь, что это у меня отберут. Это у меня происходило пару раз. Я сейчас не люблю автомобили. У меня было в 91-м году «Жигули-семёрка». Брат подарил. Очень красиво, малинового цвета и так далее. Так вот, я женился в 91-м году, 8 ноября. А брат мне подарил «Жигули», так я ночевал в ней, молодой супруг. Я боялся потерять, что угонят машину. Он был 90-й годы. Поэтому я только днём дома проводил. Квартира была. Так вот, мой партнёр на Новый год взял эту машину в 4 утра на пустынной улице. В 90-е годы машины не было. На полной скорости, как он умудрился, в 4 утра в лобовую машину въехать. Он здоров, машина в дребезги. Второй раз у меня была машина «Гельндваген», я заказал её АМГ. По заказу пришла, я её так любил, так любил этот «Гельндваген». И когда я улетел в Германию на Чакап, водитель сказал, машина придёт, ты поставь на учёт, помой и меня встретишь. А там водитель у меня немец был, Вольтер до сих пор помню, Вольтер. Он ехал по улице и что-то неудачно затормозил, въехал в одну машину сзади чуть-чуть. Оттуда вышли 4 амбала, накачанных, качка. И он испугался, дал заднюю, со скоростью слетел с дороги, залетел в частный дом, вовнутрь, крыша обрушилась, машина в дребезги. В обоих случаях машинное восстановление не подлежит, а водитель жив и здоров. То есть я понял, что всё, что я люблю, то у меня отнимается. То есть это тот случай, когда у казахов и в исламе говорится, даже родная мать может сглазить своё дитя. Поэтому у казахов, у детей здесь мажут лоб сажей, чтобы не сглазили. И ещё даже когда хвалят ребёнка, говорят, ой, какой плохой ребёнок, ой, какой плохенький, ой, какой это так. Ну, то есть нежно говорят, но чтобы не сглазить. Существуют эмоции физиологические, которые есть не что иное, как реакция на выброс гормонов. И молодёжь в основном преследует именно эти эмоции. Эмоции радости, восторга и так далее. Я получаю ментальный и душевный оргазм, на самом деле. Глубина эмоций гораздо больше имеет значение, при этом нет такого выброса гормонов. Может быть, учёные ещё не изучили это, существуют какие-то более глубокие гормоны. Но я кайфую от жизни по-другому. И здесь ещё очень важен такой момент, смотрите. Дело в том, что если мы обратимся к религии, то дьявол управляет людьми двумя только инструментами. Первое – это соблазн. Второе – это страх. А соблазн соблазняет чем? Соблазняет эмоциями. Соблазняет эмоциями. Поэтому, если вы посмотрите на маркетинговые инструменты, то это яркость, всё, что привлекает внимание. Посмотрите, как рекламируется казино. Там яркие вещи, там соблазны. Соблазны какого плана? И сексуального плана, соблазны потребительского плана. То есть везде, где ты можешь, и наркотики тоже самое. Везде, где ты получишь выброс гормонов, кайфанёшь и так далее. И всё это приводит к бедам. Наркотики, секс, казино, гонки на улице. Ну, какие-то такие вещи. В основном приводят к бедам. Даже если вы возьмёте там хорошо безобидные вещи, альпинизм, парашютизм, банджи-джампинг, прыжки на тарзанке. Да, положительные эмоции, но тоже связаны с риском. Связаны с большим риском. Поэтому здесь вопрос такой, что молодёжь стремится к этим эмоциям, но эмоции, как правило, связаны с большим риском. И природа в этом и заключается, что когда тебя что-то пугает, то у тебя идёт выброс гормонов, и у тебя сразу яркость. У этого пути есть одна плохая дорожка, то, что вы наращиваете риски. Это первый путь, потому что я знаю много друзей альпинистов своих, знал много больших, великих альпинистов. У нас в Алмате много их. В конечном итоге они все заканчивают в горах. Они ходят в горы, ходят, ходят, как будто они свою смерть ищут в горах. В конечном итоге они там и заканчивают. Поэтому, смотрите, я к этому подхожу с другой стороны. Дело в том, что если брать деньги, например, почему люди, молодежь, особенно стремятся к деньгам. Потому что вообще молодежь оценивает жизнь с точки зрения кайфа и с точки зрения потребительства. А потребительство – это как источник кайфа. Для потребительства нужно много денег. То есть молодежь хочет иметь много денег как неограниченный ресурс потребления. А потребление – это источник выброса гормонов и радости. То есть купил Ламборгене, поехал на Мальдивы на частном самолёте и так далее. Так вот, я по этому пути прошёл. У меня было почти 6 миллиардов. У меня была яхта, 21 человек, экипаж, 3 вертолёта, самолёт. У меня были все игрушки, подводная лодка на яхте и так далее. Я реализовал все мечты, которые возможны у человека в этом плане, материального плана и потребительского. Но я уловил такую вещь, что, вы знаете, когда у вас это всё есть, у вас наступает гормональная слепота. То есть ты уже смотришь на покупку очередного вертолёта, примерно радуешься так же, наверное, как, может быть, даже меньше, как человек, который первый раз купил там Ладу, какую там. Вот он первый раз купил, он радуется, у него радости полные штаны. А ты покупаешь там очередной Rolls-Royce или вертолёт, радости не очень. Шахтёр с работы пришёл, голодный, холодный, сел с удовольствием поел борща, а ты сидишь, у тебя кружка чёрной икры, кружка красной икры, ещё куча салатов, куча всяких деликатесов, а ты кушать не хочешь. То есть за деньги-то аппетит ты не купишь. А это связано вот как раз-таки с гормональной чувствительностью. Многие люди подспудно думают, что вот у меня эмоции такие от Лады. А представляешь, какие эмоции у меня были бы, если бы я купил Rolls-Royce. Так вот, к моменту, когда ты заработал на Rolls-Royce, у тебя радость от Rolls-Royce не превышает радости от Лады. Я бы даже сказал, порой бывает меньше, потому что появляется вот эта гормональная нечувствительность. И ты, получается, начинаешь, я сам через это прошёл, как наркоман, повышать ставки. В плане того, что машина, если машина, то Rolls-Royce, Maybach, если летательный аппарат, то вертолёт, причём вертолёт, то самый лучший вертолёт, самый дорогой в мире, и не просто один, а целых три. Если отдыхать, то яхта огромная, плюс с подводной лодкой, плюс личный самолёт и так далее. И всё, и упираешься. Я бы так сказал, вот эта беговая дорожка по преследованию кайфа от материального потребления заканчивается на этом. Всё. Всё ты можешь. Космический аппарат разве что там купить. Ну, всё. Я покупал и использовал всё, что мне возможно. При этом я до сих пор помню свою первую ладу-семёрку. И какие радости я тогда испытывал. Это неописуемо. А дальше какие машины у меня были, я даже помнить не помню. Сколько их у меня было, сколько через мои руки прошли. Поэтому это тупиковый путь, когда вы преследуете потребительский кайф. Это в начале кажется, как я сказал. Но со временем у вас накапливается гормональная нечувствительность. И уже вы... Ну, машина, машина, машина – это средство передвижения. Мне сейчас абсолютно без разницы, на какой машине я езжу. Абсолютно я могу на попутки доехать, могу на джипе поехать, на Rolls-Royce. Нет разницы для меня. Теперь вопрос такой, что когда вы доходите до этого состояния, у людей появляется... Начинается терять смысл жизни. Вот в районе где-то 40 лет у людей, плюс-минус 5 лет, появляется выгорание, и люди не знают, что дальше делать. Потому что основные базовые потребности они закрыли. Машина есть, дом есть, квартира есть, бизнес какой-то есть и так далее. Что делать дальше? А это возникает, потому что человек не ответил на самый главный вопрос. А зачем он живет вообще? То есть человек понимает к этим годам, что он же не биологическая машина по производству навоза. Там из деликатесов. Соответственно, он начинает задумываться, а зачем это все? Я сам знаю много ребят, которые выгорели и бросили свой бизнес, и именно с этим периодом связан период, называемый дауншифтинг, когда все бросают, уходят и так далее. Дело в том, что до 35-40 лет человек прет на стимуле. Стимул — это такая в древней Греции была палка за остренным стальным наконечником, и тыкали быка в зад. Дословно, это из греческого языка называется стимул. Так вот, стимул — это всегда про убегание от боли. Соответственно, убегание от нищеты, убегание от холода, голода, от той жизни, в которой он жил, и так далее. И поэтому до 35 лет человек прет делает бизнес, потому что он не хочет нищеты, он не хочет той жизни, он хочет свою квартиру, свой дом, он хочет машину, он хочет свой бизнес, он хочет повидать мир, ну, как бы, один раз живем. Поэтому и стимул гораздо эффективнее, чем мотивация. Потому что стимул построен на страхе. Вот, например, когда ты пошел в лес, а за тобой погнался медведь, у тебя ноги будут так двигаться, что камера не сможет даже зафиксировать это. Настолько ты быстро будешь бежать. Но теперь представь, ты бежал-бежал от медведя, уже километр бежишь, его нет. Второй бежишь, его нет. Ты останавливаешься. Так вот, стимула же нет. Ты расслабляешься. Первое у тебя облегчение. Фу, наконец-то я сделал это. А потом возникает мысль. А что дальше? А что дальше? И тут тупик. И вот в этот момент человек должен найти мотивацию. Мотивация происходит от слова мотив, то есть смысл. И тут он должен понять смысл. А для чего он дальше должен делать? Что он дальше должен делать? И таким образом, если человек не найдет смысл своей жизни, то все дальнейшие потуги у него будут бессмысленные. Более того, он девальвирует даже все, что было. Он перестанет ценить то, что даже было. Потому что, если человек не видит смысла, то он может даже пойти и подумать, а что тогда медведи боятся? И может пойти по пути саморазрушения. Именно здесь человек должен найти свой смысл жизни и ответить себе на вопрос, для чего я живу. И когда он отвечает себе на вопрос, для чего я живу, он приобретает новый уровень ощущений, новый уровень счастья, новый вкус жизни. Он уже кайфует, он уже кайфует и ощущает счастье без вот этого всплеска радости. Он начинает ценить в жизни мелочи, от которых раньше он вообще не кайфовал. Он понимает истинную ценность вещей. Он понимает и начинает ценить время, энергию, близких, все, к чему прикасается. Он начинает ценить этот мир и благодаря этому он начинает ценить свою жизнь и приполняется чувством благодарности. И вот благодарность – это основной маркер и показатель того, что ты счастлив. Все зависит от целеполагания. Нужно для того, чтобы добиться успеха, нужно правильно выстроить целеполагание. Проблема в том, что когда вот в зале я спрашиваю молодых людей, чего они хотят, 99% говорят, что хотят быть счастливыми. Потом выходят за дверь аудитории и гоняются за успехом. 99% начинают, сказали, что хотят быть счастливыми, а потом люди начинают думать, ага, для того, чтобы быть счастливым, надо заработать денег. То есть нужно быть успешным. Так вот, смотрите, успех, деньги, богатство, машины, яхты – это не что иное, как результат. Это же не процесс. Это результат чего? Это результат вашей эффективной деятельности. Если вы будете неэффективны, то у вас не будут яхты. Что такое эффективная деятельность? Это практически можно вычислить таким образом количество результатов с наименьшим использованием ресурсов. Вот вы произвели большое количество качественных результатов с наименьшим использованием ресурсов. Дельта между продажей и себестоимостью будет что? Прибыль. Так вот, прибыль – это что? Это яхты, самолеты, вертолеты и так далее. Соответственно, ваши деньги, ваши яхты, самолеты, вертолеты – это не что иное, как ваша прибыль. А ваша прибыль есть не что иное, как результат вашей эффективной деятельности. А ваша эффективная деятельность есть не что иное, как результат того, что вы тратите меньше всего энергии. А энергию вы меньше всего тратите, когда занимаетесь любимым делом. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вы на час дольше можете сидеть на работе, вы на 100 килокалорий можете потратить больше энергии, вы лишние 10 раз улыбнётесь своему клиенту, и таким образом вы становитесь более конкурентоспособны. И плюс, когда вы занимаетесь любимым делом, основной маркер любимого дела в том, что человек в этом совершенствуется. Я вижу сразу, когда человек занимаетесь любимым делом или нелюбимым, Или он делает это за деньги? Когда человек делает это за деньги, он преследует результат. Когда человек занимается любимым делом, он прямо скрупулезно обращает внимание на все детали, мелочи. Потому что он любит заниматься этим процессом. И когда ты занимаешься любимым процессом, ты можешь заниматься этим вечно. Соответственно, когда ты занимаешься любимым делом, я ни разу не слышал человека, который занимается любимым делом и который сказал бы, что у него прокрастинация, что у него лень. Что у него не хватает воли, что у него не хватает дисциплины. Когда человек занимается любимым делом, это автоматически у него происходит. Проблема получается в целеполагании, во что ты целишься. Так вот, если ты преследуешь быть счастливым, то ты с большей вероятностью станешь успешным. А если ты преследуешь быть успешным, то шансы быть счастливым у тебя минимальны. Таким образом, когда вы выбираете быть счастливым, что происходит? А происходит вот что. Вы прежде всего говорите, что быть счастливым, я хочу заниматься любимым делом. А когда вы занимаетесь любимым делом, у вас отпадают вот эти четыре вещи, которые я говорил. Что такое прокрастинация и лень? Прокрастинация и лень – это психологический механизм, который отсекает от человека дела, которые не имеют для него смысла. Если для тебя не имеет смысла это дело, два способа дать тебе смысл. Дать деньги большие за то, чтобы ты это выполнил. Либо сказать, что это тебе важно для жизни, для твоего здоровья и так далее. Это прокрастинация и лень – это наши помощники. Поэтому те, кто считает себя линеевым или прокрастинируют, или кого обвиняют близкие родственники, что ты лентяй и так далее, не переживайте. Просто у вас проблема с целью. Эта цель для вас незначима. Вам навязывают, пытаются навязать ту цель, которая не имеет ценности для вас. Теперь то, что касается воли дисциплины. Вот некоторые говорят, дисциплина – есть мотивацию на завтрак. Красивая фраза, не более того. На самом деле дисциплина есть не что иное, как дочка мотивации. А мотивация – это дочка целей. То есть, когда ты ставишь значимую, ценную для себя цель, у тебя автоматически появляется мотивация, у тебя автоматически появляется дисциплина, и у тебя автоматически появляется энергия для этого. Вот когда ты идешь усталый, голодный, холодный, уже кажется, все, у тебя нету сил сделать даже один шаг, и тебе показывают вкусное блюдо на расстоянии 300 метров. Ты как спринтер пробежишь эти 300 метров, хотя до этого шаг не мог сделать. То есть вопрос значимости целей. Значимость целей автоматически дает вам энергию, мотивацию, дисциплину и воду. И убирает лень и прокрастинацию. У молодежи проблема в том, что… Помните, я опять говорил про религию, где Всевышний говорит, что человек – такое совершенное творение, а дьявол говорит, нет, я докажу, что он слабое существо. И он начинает с пути истинного сбивать чем? Соблазн. И страхами. Человек, когда… Это, кстати, очень ярко проявляется в маркетинге. One-time offer. Предлагает, говорит, вот… Оставит обратный счетчик и говорит, вот, если ты не купишь до завтрашнего дня, то все, предложение потеряет силу. Или вам говорят, надо срочно, вот, на Ламборгене, последний такого цвета, вот уже задаток человек оставил, надо купить. И ты такой бегаешь по округе и собираешь взаймы, берешь бы его купить. Поэтому дьявол управляет двумя. Это соблазны и страхи. Я всегда старался идти на поводу у знаков. В каком плане? Я просто заметил, те проекты, которые я инициировал сам, как правило, имели провальный успех. Я интуитивно всю жизнь шел, условно говоря, на поводу. Я позволял вещам расти самим по себе. То есть вот я занимаюсь хобби, вот я занимался хобби. Просто для людей, делал экспедиции. Я сказал, я еду по таким-то местам, кто хочется, ко мне присоединяйтесь. Ко мне присоединились 30 человек. Мы на джипах прекрасно покатались. Следующий год больше, следующий год больше. На четвертый год полтора тысячи человек ездило за мной. И длина колонны была 32 километра. И я сто шкубаксов тратил на организацию этой экспедиции. Но я делал это для души. И вот в какой-то момент мы же люди дальше человеческого носа видеть не можем. Это одно направление. Дальше. У меня было хобби учить людей. Я делал лекции, создавал школу практического инвестирования. Занимался образованием. Ездил в Финляндию. Я акционер двух школ, крупнейших в Казахстане и так далее. Образованием шел. Вроде кажется, тоже. Ни к чему не привязанная ветка. Дальше. Я в целом любил общаться с людьми. Я всегда стремился, чтобы вокруг меня было сообщество тех людей, с кем мне комфортно по жизни. Единомышленников и так далее. И вот, когда я создал образовательную платформу, у меня все это слилось в одно. У меня одно из сильнейших направлений – это EduTravel. Путешествие, образовательное путешествие. И очень много, и очень дорого люди за это платят. Баги-тур 12,5 тысяч долларов стоит неделю провести со мной. Я езжу в баги-тур, мое любимое дело. Я езжу на рафтинг, в экспедиции, мои любимые дела. При этом люди мне платят огромные деньги. Кайзен-клуб. 13,5 тысяч долларов стоит членство в Кайзен-клубе. Я живу в сообществе, в любимом, где мне нравится с людьми общаться и так далее. Но люди за это платят бешеные деньги. Образовательная платформа. Я говорю и образовываю то, что раньше говорил, то и сейчас говорю. Но теперь я известный. Теперь мне за это еще деньги платят. То есть, видите, все, что шло как хобби, оно в какой-то день, в один день все слилось. И вообще я стараюсь делать таким образом. Я смотрю на вот что. Если вот есть японская система Икигай, там где ты пишешь то, что ты любишь, что получается, за что тебе платят деньги и что нужно обществу. Так вот, если тебе приходят через этот бизнес деньги, значит, благо, Всевышний тебе благо через это дает деньги. Для чего? Для того, чтобы ты развивал хобби, которое может потом перерасти в бизнес. Понимаешь, многие думают так, что надо хобби сразу же превращать в бизнес. Но так не бывает. Редко когда это просто посчастливится, хобби сразу становится бизнесом. Я обычно делаю так. Продолжаю заниматься тем бизнесом, который мне приносит деньги. В это время, как пилотный проект, развиваю хобби. И смотрю, какой хобби начинает выстреливать. И когда этот хобби начинает выстреливать, начинает иметь коммерческую перспективу, я продолжаю раскачивать, 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 пока это хобби само не докажет мне, что она достойна на самостоятельную жизнь в виде бизнеса. Я всю жизнь любил заниматься инвестированием, любил заниматься сделками. Ну, я любил сделки делать. Это у меня хорошо получается, общаться, вести переговоры и так далее. Так вот, знаменитую сделку взять, Кеймобайл, за 425 миллионов долларов. Так вот, я собирался ехать на охоту, а раньше на охоту я ездил 17 дней. И я никогда за все годы ни разу не отменил ни одну свою охоту. Я отменял встречи, все что угодно, только не охота. Экспедиция охоты. И в тот раз я тоже решил ехать. И мне один товарищ, друг, мне пристал и говорит, возьми меня с тобой, возьми. А он абсолютно городской парень, абсолютно, от слова совсем. Возьми, возьми. Я говорю, да нет, как ты будешь, 17 дней, то, все. Нет, я говорю, да ты знаешь, там 4,5 часа лететь на Ан-24, потом 14 часов надо ехать до базы, точкой, потом 17 дней там. Нет, нет, возьми, возьми. Ну, взял я его. И вот пока летели, делать нечего, он мне рассказывал про сотовую компанию, про сотовый рынок, про технологию. 17 дней он там все, как у Фореста Гамбада, креветки жареные, креветки вареные. Все рассказывал, рассказывал. И на обратном пути в самолете, уже когда появились горы, мы идем на посадку. Он говорит, а почему бы не купить тебе эту компанию? Я говорю, ты что, дурак, что ли? Причем здесь я и где сотовая компания? Он говорит, купи, все, я понял, купи сотовую компанию. Мол, этот хозяин, он только тебе продаст, тем более у тебя есть деньги и так далее. Ну, я говорю, ну, хорошо, ладно, встречусь. Я прилетел, он настоял на встрече, назначил встречу, я пошел на встречу. При этом еще сказал, что я возьму компанию, но сразу не заплачу. У меня столько сразу денег нет, не хочу выкладывать, два месяца, через два месяца заплачу, мне на следующее утро принести переоформленную на меня компанию. Практически мне навязали эту сделку. А с другой стороны, посмотришь, если бы не мой хобби, было бы это, не было бы. Потому что я за 17 дней так подробно изучил все, что касается сотового рынка, технологий, как это работает и так далее. А разве в другое время у меня было бы время изучать это? Я бы сказал, да брось чушь, при чем я буду изучать эту технологию? Я там не собираюсь ничего делать. То есть представь, обычную жизненную ситуацию, я занимаюсь бизнесом, и мне говорят, вот 17 дней поизучай сотовую компанию. Ни за что я исхожу из того, что ничего случайного не бывает. Если ты умеешь прислушиваться к знакам, если ты внимателен, если ты живешь осознанной жизнью. У меня все время происходит внутренний диалог со Всевышним. Я чувствую его заботу, я чувствую, когда он мне сигналы посылает. Не все, может быть, но какие-то. И чувствую, вот условно, элементарно, прививки ковидные, вот эти антиковидные. Сказали прививаться. Я не антипрививочник, я говорю, хорошо, пойду прививаться. Пошел прививаться в одну поликлинику, а нам говорили, везде можно. Я прошу в удобную мне поликлинику, мне говорят, а нет, нужно идти по месту прописки. Я иду по месту прописки, надо же, там сидит молодой терапевт, который перед прививкой проверяет, оказывается, человека. Нигде не проверяет, а вот там проверяет. Говорит, садитесь, я сел, откройте горлышко, я открою рот. Он посмотрел, у вас покраснение в горле, я вам не дам допуска на прививку. Я такой, ну, знак. Шеф сказал, не надо. И все, потом вторую попытку сделал. У меня опять препятствия, и опять не стал делать. А потом, когда все по маслу пошло, я сделал. Когда я выбрал направление, куда идти, то я этим занимаюсь, независимо от препятствий. Почему? Потому что у меня есть определение, что такое проблема. Проблема – это специальный механизм, отсекающий человека от успеха в этом направлении. Я много раз приводил этот пример про боксера, которые там ходят на тренировку и два-три раза по роже получил. Если он не любит это, для него это проблема. Если он это любит, во-первых, у него меньше шансов получать по роже, а во-вторых, у него проблема, как там канелы вызвать на бой, а не вот эти мелочи. Я обычно на знаки смотрю вот такие, которые не связаны с моей основной деятельностью. То есть несущественные для меня. Сделал прививку – сделал. Ну, не сделал – не сделал. Просто стоит вопрос, у меня стоит сомнение, не могу принять решение, это хорошо или плохо. Прививка – хорошо или плохо. Чтобы убрать сомнение, я торгтую это в эту сторону. Для того, чтобы не было сожалений. В исламе в этом плане, что есть хорошие инструменты, я много раз говорил, что что отнимает счастье? Это сожаление о прошлом и беспокойство о будущем. И все время сожалеть, что надо бы так поступить. В исламе в этом плане говорится, если ты что-то даже неправильно сделал в прошлом, говорится, на то была воля Аллаха. И у тебя нет сожалений о прошлом. А когда о будущем, чтобы не беспокоиться, в исламе говорится, иншаллах, ну даст Бог. Даст Бог, сделаю. И понимаешь, и это убирает беспокойство о будущем, сожаления о прошлом. А я таким образом, я что делаю? Чтобы не жалеть, а что же я не сделал вакцину и так далее? На то была воля Аллаха. Я попытки, то, что мне положено, я попытки сделал. В поликлинику ходил, дважды ходил, потом еще раз ходил. Не получилось. Не получилось. Зачем мне настойчиво биться в эту дверь, которая не моя? Понимаешь, это вот то, что касается не моего основного направления. Потому что в жизни человека возникает куча таких дилемм, где надо принимать решения. И худшее, что ты можешь делать, это, во-первых, а, или не принять решение, либо принять решение и потом жалеть о нем, либо беспокоиться о том, что не принял решение. Я, например, абсолютно не парюсь по своим бизнесам. При этом я перфекционист. Я раньше был вообще перфекционист, но потом пришел к пониманию, что перфекционизм крайне неэффективен. Особенно на последние 20% пути. То есть перфекционизм, он эффективен 75% пути. Вот у него даже такая кривая. Эффективность растет, растет, растет. А последние 25% усилия, которые ты прилагаешь, абсолютно не окупаются. А там, знаешь, доведение до идеала. Я вывел себе такую формулу. Я должен пустить жизнь в свои процессы. А что такое пустить жизнь в свои процессы? Это пустить хаос. Потому что жизнь состоит из порядка и хаоса. Жизнь не состоит только из порядка. Но и жизнь не состоит только из хаоса. Мы, люди, хотим только самое сладкое из этой жизни брать. И не хотим принимать горькое. Но горькое – это тоже часть жизни. Поэтому я для себя вывел другую формулу. Я сейчас живу по формуле «эффективное несовершенство». Я шлифую любой процесс, пока он эффективен. Как он только начинает снижать эффективность, этот процесс, я сразу перестаю его дальше шлифовать. И исходя из этого, у меня строится все. Все. Планирование. Вот существует жесткое планирование, когда ты не можешь не изменить цели, задачи, даты не можешь изменить. Есть гибкое планирование, когда ты цель не меняешь, но можешь менять задачи и даты. А у меня динамическое планирование. Я могу менять и цели, и задачи, и даты. Потому что вот я вышел, например, в парк. Представим прогулку в парке. У меня цель дойти до какой-то кафешки. А я иду, по пути встретил классное мороженое. Купил мороженое, дальше увидел, какой он бургер. Зашел в бургер, покушал, а потом думал, а нафига мне кафешка? Я же счастье больше так получаю, чем принципиально мне дойти до кафешки. Ты должен для себя понять, что для тебя важнее, ощущение счастья или ощущение дожимания. И вообще, ощущение дожимания, это природа дожимания происходит от страха. То есть, когда человек движется из страха, он беспокоится о будущем. А я не боюсь, что я не дожал, потому что я знаю, не дожал, если это мое, он так и так придет ко мне. А если это не мое, ну, значит, я останусь при своих деньгах. Или там при своем положении. Понимаешь, вот это крайне такая другая философия, как айкидо психологическая. Смотри, я приведу простой пример. Вот что правит миром? Миром правит сила, да? Хорошо. Если мы говорим, миром правит сила, представь себе коллектив или семью и так далее. Кто имеет силу? Правит всегда тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Давай простую логику сначала выстроим. Миром правит сила. Сила у того, кто меньше заинтересован в результате. Веснами сказано так. Если мой раб, говорит, Всевышний сказал, будет гоняться за благами этого мира, такими как деньги, слава и власть, блага этого мира, тогда я сделаю так, что эти блага будут постоянно убегать от него. А если он будет преследовать блага того мира, то я сделаю так, что эти трое будут бегать за ним, как собачки. То есть ты, когда перестаешь преследовать блага этого мира, ты показываешь Всевышнему, что блага этого мира тебя дьявол не может соблазнить. Потому что дьявол тебя соблазняет чем? Благами. И ты говоришь, дьявол меня соблазнить не может. Именно поэтому Уоррен Баффет сказал, что я, говорит, за всю свою жизнь заметил такую вещь. Чем успешнее человек, тем чаще он говорит нет. А сильно успешные люди говорят нет почти всему. У меня есть правило трех нет. Так вот, когда ты говоришь нет, ты транслируешь Всевышнему, что ты отказываешься от благ этого мира. И самое интересное, когда ты говоришь нет первый раз, а теперь встань на место дьявола. Его же задача тебя соблазнить. Соблазнить. Думаешь, он развернулся и ушел? Да нет же. Он к тебе опять вернется. Но с чем вернется? С более лучшим предложением. А как иначе он тебя соблазнит? Он может тебя соблазнить страх или соблазн? Хорошо, он тебя начнет пугать. А если ты не привязан к этому миру? Чем тебя напугать можно? Напугать невозможно. Значит, только соблазнить. Соблазнить чем? Только более лучшим предложением. Поэтому ты говоришь нет. И понимаешь? И таким образом, когда ты вышел, тебе надо идти в кафе. Ты увидел мороженое, поел. Увидел бургер, но поел. Не захотел в кафе, развернулся, пошел там. Может быть, у фонтана посидел и так далее. Поэтому я не стремлюсь никогда дожимать. Я никого не дожимаю. Я четко знаю свои цели. Моя цель была просто походить по парку и получить кайф. У меня целью не было дойти во что бы то ни стало до кафешки в конце парка. Это была начальная цель. И вот у меня динамическое планирование именно на этом строится. Поэтому я всю свою жизнь, весь мой календарь, все мое расписание строится только исходя из моей миссии. А моя миссия звучит так. Прожить счастливую жизнь, обучая людей эффективности. И если мне прилетает какая-то встреча, которая не увеличивает мое счастье, либо не учит людей эффективности, я говорю, нет. Миссия может уточняться. Так вот, миссия – это такая вещь. Когда ты в начале, у тебя нет миссии, ты можешь действовать на 360 градусов. Соответственно, у тебя распыление энергии на 360. А потом ты говоришь, нет, я вот этим, вот этим заниматься не буду. Отсек, у тебя уже вектор 180 градусов. Два раза стал эффективнее. Потом ты говоришь, не-не-не, вот это, вот это, вот это точно меня не устраивает, я этим заниматься никогда тоже не буду. Раз, и у тебя уже вектор 90 градусов. Опять на 50% увеличение эффективности. Потом ты говоришь, вот это, вот это, вот это, сомнительно, тоже не хотел бы заниматься. Убираешь, у тебя 45 градусов вектор. И таким образом ты сокращаешь, 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 и с каждым разом твоя эффективность растет. Эффективность твоей жизни, заметь, неэффективность твоей задачи, неэффективность твоего процесса, неэффективность проекта, а эффективность жизни растет. Таким образом, вот смотри, у меня даже была миссия прожить счастливую жизнь с пользой для общества и окружающей среды. Я чётко понимаю, что несчастливый человек не может обучить никому ничему и вообще ничего этому миру дать не может. Только счастливый человек может этому миру дать что-то. Соответственно, прожить счастливую жизнь, она не меняется. А когда я начал думать, у меня прожить счастливую жизнь с пользой для общества окружающей среды, это не просто слова были, а там ещё была расшифровка, декомпозиция. Я когда посмотрел, в чём заключалась суть моей пользы для общества, это обучение людей, показывание людям своим примером и так далее. Я это скомпоновал в одну. На самом деле я обучаю людей только эффективности. Если я людей обучу эффективности, то это польза для них. Если я людей обучу эффективности, то это меньшее потребление ресурсов, значит, польза для природы. Эффективность подразумевает бережное отношение к тому, что есть. Это значит против потребительства, меньше расходов, меньше вреда экологии и так далее. Эта фраза включает всё. Видишь, я раз уточнил, и теперь у меня ещё уже фокус, ещё точнее миссия. Это и есть основная задача человека. Я бы так сказал, это вообще основной смысл человека, найти своё предназначение в этом мире. А дело в том, что в исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдёт в рай человек, который не нашёл рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, вокруг тебя любимые люди и так далее. Так как это делается? Если бы это давалось как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. А как это делается? Вот простой пример. Я видел много успешных людей. Не все из них были умные. То есть для успеха умного не так важно, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичны. Энергия – это ключевой ресурс. Так вот, смотри. Для чего нам нужна энергия? Энергия нам нужна для того, чтобы делать действие. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Энергия нужна для того, чтобы делать действие. А что такое действие? Вот действие, вот здесь я расшифровываю так. Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Ты живешь в своей картине мира, ты не живешь в реальном мире. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность в твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Как ты это делаешь? Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью. И там бывают только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал. Тогда все предсказуемо и четко. Либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она и есть реальность. Значит, твоя картина мира не соответствует реальности. Раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. когда финансисты заигрываются их картина мира не соответствует реальности вот происходит экономический кризис и они теряют деньги когда ты думаешь, что жена ждет тебя с распростертыми объятиями после того, как ей пришел смс твоего телефона от какой-то девушки картина мира не соответствует ты приезжаешь, думаешь, она ждет, она тебе пощечена твое мировоззрение, ожидание не совпало из этого кризиса есть только два выхода один выход, ты обвиняешь других либо обстоятельства, если ты обвиняешь других обстоятельств, тогда тебе нет смысла меняться и ты уходишь в тупик запой, депрессия и так далее а второе, ты говоришь, оба, я сам виноват соответственно, следующая твоя мысль а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось и ты вносишь изменения в свои убеждения вносишь изменения в свои убеждения, так вот только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью ты начинаешь понимать из того сонма количество своих хотелок что реально твоя хотелка, а что нет что у тебя забирает энергию а что тебе дает энергию у тебя есть маркеры то, что дает энергию, то твоя миссия то, что забирает у тебя энергию, то не твоя миссия то, что тебе нравится, то твоя миссия то, что тебе не нравится, то не твоя миссия всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному от менее любимого к любимому и твоя задача все время двигаться и искать свое предназначение, потому что только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности и он нашел свое счастье, то есть он нашел рай на этой земле потому что большие состояния даются от Всевышнего русские говорят трудом праведным не наживешь палат каменных в исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение и за то, что ты несешь риск, только за риск, а самое интересное знаешь, почему именно за эти две вещи потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего и в состоянии терпения ты уповаешь на Него, когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него, два только случая, когда человек уповает на Всевышнего поэтому это с одной стороны как распределяются блага блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь но обязательно если ты взял риск на себя уповай, если не уповаешь ничего не получится когда терпишь, уповай не будешь уповать, ничего не получится ну не то, что ничего не получится шансов меньше дальше дальше идем теперь ты говоришь почему не получается еще один момент есть дело в том, что помнишь, когда я говорил как формируется картина мира и убеждение он смотрит отец в 6 уходит на работу вечером в 10 приходит уставший, голодный, холодный и так далее мать говорит тише, тише отец спать будет он с таким трудом нам зарабатывает деньги формируется убеждение что деньги это адский труд и когда ты вырастаешь и я к тебе прихожу и говорю так Александр, есть сделка такая вот это, вот это, вот это сделаем провернем вот это заработаем там 50 на 50 ты говоришь не это либо лоховство либо там мошенники ну короче не бывает таких легких способов зарабатывать денег и ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег ты выбираешь только сложный путь и для тебя деньги будут даваться только тяжело если ты считаешь что деньги даются тяжело то так оно и будет если ты считаешь что деньги даются тяжело так оно и будет это даже не только программирование ты своими действиями реально отсекаешь все возможности которые могут принести тебе легкие деньги представь ты супер профессионал в чем-то но если ты отсекаешь все возможности заработать вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Из них выберешь самый сложный. Может, у тебя убеждение? У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. Ты считаешь, а теперь смотри, ты заработал деньги трудом, или сидишь на зарплате, или работаешь в госорганах, а видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездер, ты с этим никогда не согласишься, потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры, либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него у того богатого человека или авторитетного человека, дочке же неограниченное количество. Ты говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. Ой, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме. Я вообще опасаюсь слова там, я знаю, да? Я говорю, я знаю. Потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни это смерть. То есть смерть это ответы. Ответы это смерть. Вопросы это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да, и говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-так-так-так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении. Есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ. Да, эту ситуацию ты решил. Но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. Ответа ты себе так и не нашел. Получается, тот ответ уже устарел. А для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь, я знаю, это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь, спроси у знающего. Не знаешь, спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь. Поэтому я сегодня у нас буткэмп идет, и без буткэмпа. Я говорю, основное свойство инвестора хорошего, это то, что он никогда не говорит, что он знает. Очень важный момент. Я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. какой бы он ученый не был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем. не знаем. смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Тот меньше заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, деньги имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода это то, что я одной из моих ценностей. Я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным. Жить где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно деньги это возможность мне менять мир. Я к ним отхожу имя только так. И в этом плане я могу и тратить большие суммы и они приходят ко мне большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отражения и так далее. Плюс так как я понимаю, что деньги это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем и соответственно те люди, у которых мы думаем, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет. А я же прекрасно знаю, какие они люди. Все олигархи Казахстана и не только Казахстане, а многих олигархов России знаю. Я знаю прекрасно человеческие качества. талантливых актеров, артистов, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю. Веченство людей этим увлекаются и так и ничего не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние, мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективность жизни человека, когда он как минимум две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, возьмем пример Рой Крок, основатель Макдональдса, он заработал два миллиарда долларов, умер от рака, 58 или сколько-то лет. Его жена оставила все жене два миллиарда. Жена прожила на два года больше, тоже умерла от рака и оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили и оставили все корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидит молодые юноши, которые закончили Гарвард и которые пороха не нюхали, и которые не знают, с каким трудом эти деньги были заработаны и распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил в более лучшее, более эффективнее. Правильно? Либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение. Скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей это свобода. И при этом миссия жизни прожить счастливую жизнь. Чтобы быть счастливым и свободным, нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство это всегда разница возможностями и твоей ответственностью. Когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, которые держат миллиарды. Но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать, куда хочу. Я даже, когда ходил за мной охранники, там, две машины сопровождения, гелендваген спереди, гелендваген сзади. У меня все расписание, расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал две недели здесь отдыхаю в году, три недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так, чья яхта? Моя или их? Это же их яхта, по сути. Я там гость, который оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем, я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью, не своей, арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее, все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут, все готовенько. Понимаешь? Я не чувствовал этого счастья обладания, счастья богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат, художников, музыкантов. И я тогда помню, мечтал сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. Чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом, при этом, я заметил такую вещь, если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нету возможностей, тогда ты не частный человек. Кайф как раз таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы, а ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллионов долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, которое я считал для себя по всем параметрам и так далее. Я считаю, финансовую свободу, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нету ответственности. У тебя нету долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Форбсята то залетают, то вылетают. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да, но у нас методика Forbes такая, что важно не то, сколько у тебя собственных капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Тогда у тебя одна треть списка постоянно будет улетать, залетать, улетать, залетать, потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чье-то хочу. Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит, что я хочу, значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь чужую цель. Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его хочу. Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство, это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое хочу, а не чего ты должен. И для богатых бизнесменов и небогатых просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.